Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Итак, я продолжаю цикл исторических расследований истории крещения Руси. Это третий ролик обзора. Второй свой ролик я закончил словами. Заметьте, никто не ставит под сомнение наличие славянской письменности. А это лишний раз подтверждает, что славяне совсем не были в то время дикими племенами. Наличие единой письменности только подтверждает наличие единого государства и многовой истории славян. Итак, продолжу. И эта азбука из Моравии и Чехии попала на Руси. Разумеется, давно принято считать Кирилла и Мефодия просветителями православного толка. Но опять нестыковки, опять возникают вопросы. Ну, во-первых, почему все-таки кириллицы? Ведь логичнее было бы назвать константинницей. Ведь именно так Константин, звали брата Мефодия на момент составления имя азбуки, имя Кирилл Константин принял в монастыре, уйдя из мира незадолго до смерти. Да и братья-то в первую очередь всегда были посланниками Рима. Сначала они действительно жили в Константинополе, но являлись не священниками, а мирскими книжниками, которые были направлены в Моравию императором Константином для обучения славян Моравии христианским обрядом на славянском языке. Тогда-то ими и была составлена новая азбука по подобию греческого алфавита. С помощью которой были записаны христианские тексты на славянском языке. После трехлетнего проповедования они решили отправиться обратно в Константинополь. Но по дороге, как утверждает история, конечно, были встречены папским гонцом с приглашением от папы и отправились за ним. И именно в Риме папой Адрианом были рукоположены на служение, о чем сам папа Адриан писал маравским князьям Ростиславу, Святополку и Концеллу. И это письмо, к счастью, сохранилось. В этом письме было следующее. Мы же втройне, испытав радость, положили послать сына нашего Мефодия, рукоположив его и с учениками в ваши земли, дабы учили они вас, как вы просили, переложив Писание на ваш язык и совершали бы полные обряды церковные и святую литургию, сиречь службу Божию и крещение, начатое Божьей милостью философом Константином. И как мы видим, ни слова о расколе церкви. В этом же послании Адриан именует Константина благочестивым. По этим свидетельствам можно сделать вывод, что с конца IX столетия в Восточной Европе распространяется учение апостольской церкви, а значит, становится на свои места и крещение Ольги, и появление в Киеве христианской церкви. И как оказывается, Константинополь тут вообще ни при чем, ну как-то боком. И только с наступлением раскола церквей, когда отношения между Римом и Константинополем испортились всерьез и навсегда, началась серьезная оправка истории. Видимо, тогда и была заказана Нестору повесть временных лет. Есть еще одно свидетельство, доказывающее, что изначально христианство на Рус появилось из Рима, а не из Константинополя. Это наличие в русском варианте Священного Писания третьей книги Ездры, которая присутствует только в Ульгате, Библии на латыни. Это доказывает, что первые переводы текста Писания были сделаны с Ульгаты, то есть с Библии римского канона. Да и календарь, по которому проводилось богослужение на Руси, был принят римский, рамейский, а не византийский. Ведь начало года в то время выпадало на март, а не на сентябрь, как в Византии. Есть подтверждение этой точки зрения и на Западе. Так францисканский монах Адемар сообщает в своей хронике, датированной XII веком, у императора Аттона были два достопочтенных епископа, святой Адальберт и святой Брун. Брун смиренно отходит в провинцию Венгрию, он обратил к Вере провинцию Венгрию и другую, которая зовется Русией. Когда он простерся до печенегов и стал проповедовать им Христа, то пострадал от них, как и пострадал от них Адальберт. Тело его русский народ выкупил за дорогую цену и построили в Руссии монастырь и назвали его именем. Спустя же какое-то время пришел к ним епископ Греческий и заставил их принять обычай греческий. Хотя поездку Бруна современные историки и признают, зато все остальное, написанное Адемаром, отвергают полностью. Аргументом служит все то же. Древний летописец ошибся, мы-то лучше знаем. Вот такая неразбериха творится не только в учении по истории, но и в головах, как самих ученых мужей, так и читателей их трудов. На этом я свой обзор заканчиваю. Продолжение смотрите в следующем. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова